Здравствуйте, ребята! Рада приветствовать вас в Доме Знаний. Тема нашего вебинара – Саша Черный, рассказы «Кавказский пленник» и Игорь Робинзон. С этой темой вы познакомились в ходе просмотра видеоурока на сайте Дома Знаний. Сегодня на вебинаре мы еще раз поговорим на эту тему. После просмотра уроков нам поступили вопросы, на которые я отвечу во время вебинара. Итак, Александр Михайлович Гликберг, он же Саша Черный, однажды открыл секрет своего псевдонима. Он говорит, «Нас было двое в семье с именем Александр. Всего в семье было пятеро детей, двоих из которых звали Саша. Один брюнет, другой блондин. Когда я еще не думал, что из моей литературы что-нибудь выйдет, я начал подписываться этим семейным прозвищем. Псевдоним – это вымышленное творческое имя писателя, поэта, художника, музыканта и других представителей творческих профессий. Саша Черный родился в 1880 году в Одессе, умер в 1923 году во Франции. Раннее детство он провел в городе Белая Церковь. Отмечаемая современниками замкнутость и нелюдимость Черного во многом сформировалась под влиянием тяжелой обстановки в семье. В 15 лет мальчик бежал из дома. Учился в гимназии в Петербурге, однако был отчислен за неуспеваемость. К этому времени лишился родительской помощи. Мальчик бедствовал, пока история не получила огласку, после чего в 1898 году его взял на воспитание чиновник Константин Роше. Очень скоро Александр Гликберг начинает писать острые сатирические стихи. С 1904 года он начал печататься в житомирской газете «Волынский вестник». Конечно, они совсем не понравились царскому правительству. Очень быстро Саша Черный стал популярным сатириком. Он писал едкую сатиру, высмеивающую действительность. Его творчеством восхищались не только читатели, но и писатели, например, Корней Чуковский. До конца своей жизни Саша Черный будет в произведениях для взрослых остроумным и язвительным, а в произведениях для детей – нежным и добрым. Саша Черный страдал от несовершенства мира и своими сатирами старался побудить людей измениться. Добрыми рассказами для детей он хотел поддержать доброту и радость жизни в растущем человеке. Саша Черный написал очень много сказок, рассказов, стихотворений для детей. Многие тексты автора вызывают улыбку, и мы познакомимся сразу с двумя – Игорь Робинзон и Кавказский пленник. Это небольшие рассказы, но почему их названия кажутся нам такими знакомыми? Ведь Робинзон – это герой книги Даниэля Дефо, Робинзон Круза, а Кавказский пленник ведь вообще написал Лев Толстой. Так зачем же автор берет чужие названия для своих произведений? Все потому, что так создается комический эффект. Ведь автор как будто передразнивает ситуацию, которая разворачивается в романе про Робинзона Круза. Герой попадает на остров, исследует его, преодолевает опасности, потом находит друга пятницу и в конце концов спасается. У Саши Черного в рассказе все это есть, только вот потерпевшим крушение Робинзоном становится маленький озорной Игорь. И все детали вдруг тоже становятся маленькими и смешными. Вместо корабля – лодка. Вместо острова – островок с кроликами. Вместо индейцев – крыса и оса. Пятница становится пудель и вызволяет Игоря – садовник. Можно сказать, что рассказ Саши Черного – это пародия на роман Даниэля Дефо. А самое интересное, что Игорь наделен почти такими же качествами, как настоящий Робинзон. Но не собирается реветь и не сдается. Он догадлив и храбро отгоняет крысу. Он очень изобретателен. Вот только приключение у него детское и как бы игрушечное. Хотя для маленького Игоря оно выглядит серьезно. Ему страшно, и он грустит. Но мы-то, читатели, понимаем, что никакой опасности для Игоря по-настоящему нет. Его скоро найдут. А как вы думаете, серьезно ли автор называет своего героя Робинзоном? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте сравним двух героев – Игоря и Васютку из рассказа Виктора Оставьева «Васюткино озеро». Что же их объединяет? Они оба оказались в затруднительном положении. А как они себя ведут, оказавшись в затруднительном положении? Какие качества своего характера проявляют? Ну, в первую очередь, они думают о своем спасении. Им присущи такие качества, как непоседливость, любознательность, наблюдательность, страх и отчаяние, желание спастись, способность к размышлениям, а также связь с природой. Однако кому было труднее? Конечно, Васютке. Игорь оказался недалеко от дома, а Васютка один на один с тайгой. Игорь был на острове всего несколько часов, а Васютка в тайге почти пять суток. Ему пришлось даже ночевать в тайге, добывать себе еду. Как спасается Игорь, а как Васютка? Давайте сравним. Игоря спасает Путиль и Садовник, а Васютка сам спасается. Для Игоря это приключение, игра, а для Васютки – жизненное испытание. Из этого следует, ребята, что Саша Черный называет своего героя Робинзоном несерьезно, с юмором. В следующем рассказе «Кавказский пленник» мы видим девочек Валю и Катю, которые только что прочитали рассказ Толстого и решили поиграть в него. Вот только игра их, но совсем не похожа на серьезный и драматический рассказ «Кавказский пленник», потому что назначенный пленником Жилиным мальчик Мишка упорно не хочет в плен попадать, а исполняющий роль Костылина Тузик нагло ест пирожки. Но самое комичное – это то, что пленникам слишком уж хорошо в плену, да так, что они не хотят на волю. И в конце концов девочки решают сами стать пленницами. Рассказ «Кавказский пленник» Саши Черного начинается с описания весеннего дня, автор изображает радость и веселье, царившие в жизни природы и в жизни города. Здесь он использует обилие художественных приемов, таких как сравнений, например, воробьи кричали, кувыркались, дрались, просто так, от избытка жизни, как дерутся школьники, разбегаясь по домам после уроков. Метафоры «Лапы лиственницы», «Дворняжка Тузик», «Лохматая серая муфта» и другие. Эпитеты «Сквозным кружевным шатром», «Веселая рябь речонки», «Генеральский хвост петуха» – все эти приемы создают особую атмосферу счастья и задора. Описание флигеля, в котором живут главные герои, позволяет представить реалии времени, о котором идет речь. Лучше понять привычки и характер его обитателей. Детали интерьера в рассказе подсказывают читателю, что во флигеле живут люди, которые любят литературу, музыку, любят уют, берегут традиции и ценят своих близких. Что же получается? Кавказские пленники сидят все вместе в оранжерее и не представляют, что такого трагического в рассказе Толстого, ведь быть в плену так весело. Вот несколько приемов комического, которыми пользуется автор. Во-первых, он пародирует ситуацию из серьезного произведения, при этом делает ее неопасной, уменьшает каждую деталь. Во-вторых, он показывает несоответствие ожиданий тому, что получается в итоге. Комичной может быть сама ситуация, когда девочки собираются играть в рассказ Толстого, или когда они представляют финал рассказа на свой лад, как Дина вышла замуж за Жилина. Комичным становится противопоставление несерьезности ситуации и того, как серьезно ее воспринимает герой. Герои выражаются и рассуждают действительно по-детски смешно. Таким образом, можно сделать вывод, что Саша Черный любуется своими маленькими героями, ведь что объединяет героев этих рассказов? Это дети с живым воображением, которые умеют выдумывать игру и полностью в нее погрузиться. Они находчивые, любят читать и горячо откликаются на прочитанные книги. На этом наш вебинар подходит к концу. Рада нашей встрече! Увидимся на следующем вебинаре на платформе Дома знаний. Продолжение следует...